Внученька, а вот ты мне скажи, ведь все эти программы, интернет, за это все платить, наверное, надо? Ну, платить надо только за интернет, а практически все программы, которые вам могут понадобиться, они бесплатные, да и за интернет недорого, главное хотеть. Нет, это, наверное, все-таки не для меня. Ходить, наверное, надо далеко оплачивать все эти услуги. Ой, не в моем возрасте, старый я. Дедуль, да, чтобы за все это заплатить, вам даже из дома выходить не обязательно. Оплачивайте все по интернету через платежные карты и никаких проблем. Так как же это по интернету еще и платить можно? Еще как можно. Давайте посмотрим следующий сюжет, в котором вам все подробно расскажут и покажут. Потом вообще из дома выходить не будете. Всего год назад в этом новом квартале Алматы не было ни людей, ни магазинов. Ближайший, где Альбина, жительница тогда еще и достроенного района, могла купить продукты, находился в километре от дома. Как бы до дороги идти далеко, и приходилось первое время привозить товар с собой, да, то есть тащить его издалека, это не очень удобно. С недавних пор мы познакомились с такой услугой, как интернет-покупки. Сейчас во дворах нового микрорайона вовсю играют дети, работают несколько аптек и продуктовых магазинов. Но вот только привычка заказывать необходимое по интернету у Альбины так и осталась. Сейчас вообще нет никаких абсолютно проблем, потому что достаточно просто заказать в интернете, тебе доставят его на дом. Ну, в общем, это гораздо проще, гораздо удобнее, особенно людям, которые заняты, да. Мы в силу своей занятости, да, нас очень часто не бывает дома, мы уходим очень рано и приходим очень поздно. Поэтому нам, как современным людям, такой выход, ну, он очень-очень помог. Интернет-магазины растут как грибы, а с ними растет и количество их потребителей. То, что Альбина заказывает на локальных порталах, например, продукты привозят практически моментально. Да и оплату она производит наличными, курьеру. А вот одежду она предпочитает зарубежных марок. Ее из-за океана приходится ждать по нескольку дней. Но и тут оплата не утруждает. Во-первых, это значительно сокращает время, потраченное на покупки. Во-вторых, очень простой способ оплаты. Да, если у тебя нету наличных денег, то ты можешь оплатить все карточкой. Такие карты есть у каждого работающего человека. Поэтому как в мире, так и в странах Центральной Азии это наиболее распространенный вид оплаты. Она объединяет весь мир. Вот карточка с логотипом Visa или MasterCard выпускается во всех странах мира, и в том числе в каждой из стран Центральной Азии, где бы этого ни было. И поэтому по карте можно оплатить в любом магазине, в любой стране. Оплачивать при помощи обычной пластиковой карты довольно просто. К тому же практически в каждом интернет-магазине предоставлен этот вид оплаты. Чтобы приобрести товар или услугу, вам нужно пройти регистрацию на сайте. Далее выбрать нужный товар, поместить его в корзину и нажать кнопку «Оплатить». Затем вы уже вводите свои данные. Обычно это ваше имя, адрес, имейл и номер карточки. У всех карт, в принципе, одинаковый дизайн. Во-первых, это логотип Visa или MasterCard. Вот в уголке вы его видите. Вот здесь вот Visa и так далее. Во-вторых, это номер карточки. В-третьих, ваша фамилия, имя и срок действия карты. И на обороте находится трехзначный CV2 номер. Именно эти данные следует ввести в поле. При этом пин-код карты сайт запрашивать не будет. А если просят ввести пин-код – осторожно. Возможно, этот магазин создан сетевыми мошенниками. На пути к оплате может возникнуть и другой барьер, независящий от вашей осмотрительности. Ваша карта может быть заблокирована для интернет-платежей банком. Если вы хотите узнать, открыта ли ли ваша карточка для интернета, вы должны перевернуть вашу карточку, позвонить по этому номеру телефона и вам сообщат, открыта она или нет. Если же она закрыта, то вы можете ее открыть. В некоторых банках это делается по телефону, они просто у вас уточнят какие-то секретные ваши данные, там, кодовое слово, что-то еще, и вам ее откроют. В некоторых банках придется идти в банк и писать заявление. Вообще, через интернет мы делали множество покупок. Например, этот чайник мы заказали по интернету. Тостер, опять-таки, мы заказали его в интернете, дождались, по-моему, недели, если я не ошибаюсь. Через неделю нам его доставили. Знаете, меня удивило, что даже мебель можно заказывать через интернет. Таким образом мы купили, допустим, кровать и тумбочку. Товары, услуги, платить за коммунальные услуги, за сотовую связь, покупать ЖД-билеты, покупать авиабилеты. Вам доступно все, когда у вас интернет и карточки? Сейчас я отношусь к покупкам через интернет, и к самой оплате достаточно, ну, то есть, лояльно, да. Единственное, у меня есть куча знакомых, и среди них моя мама, да, которая не понимает, что такое купить товар, не пощупывая, во-первых. Ну, а во-вторых, у нее нет карточки, я просто не знаю, как можно оплачивать иначе. Для тех, у кого по разным причинам не имеется банковской карты, доступ к сокровищам, лежащим на полках интернет-магазинов, не закрыт. Есть и другой способ интернет-платежа – через обычный терминал. Я просто решил пополнять через терминалы Киви. То есть в любом месте, на территории Казахстана, даже на территории Киргизии, я смог воспользоваться Киви-кошельком. Свой виртуальный кошелек наполнять реальными деньгами можно через терминалы, которые уже встречаются на каждом шагу – в супермаркетах, кафе, бизнес-центрах и продуктовых магазинах. Но перед тем, как начать пользоваться, к примеру, Киви-терминалом, необходимо пройти регистрацию электронного кошелька на сайте w.kiwi.com. Одним из наиболее простых способов оплаты интернет-услуг является терминал. Сейчас Мурали рассказывает мне, как пользоваться данным терминалом. Делается это очень просто. Оплата услуг, электронные деньги, Киви-кошелек. Затем пополнение Киви-кошелька. То есть у нас есть виртуальный счет для пополнения Киви-кошелька. Затем мы вводим номер, зарегистрированный ранее Киви-кошелька. У меня, например, номер, мой мобильный номер. Внесли оплату, весь тенге. Затем просто вперед. Забираем квитанцию. Если вдруг наши деньги не поступили на счет, мы сможем предъявить оператору, кто обслуживает данный терминал. Потратить деньги, внесенные через терминал, можно по-разному. От оплаты коммунальных услуг до приобретения товара в интернет-магазине. Причем сделать это можно как с ПК, так и с мобильного телефона. Для этого вам нужно скачать мобильное приложение Киви-кошелька в магазине вашей операционной системы. Но есть и обратная сторона медали. Этот вид платежа предлагают только региональные интернет-магазины. И то далеко не все. Активную деятельность Киви-кошельки и Киви-терминалы проявляют в Казахстане и Кыргызстане. В других странах Центральной Азии пока больше доверяют электронным деньгам, уже популярным в регионе. Например, Яндекс.Деньги или WebMoney. О них мы уже рассказывали в одной из предыдущих программ. Найти информацию вы можете на нашем сайте. Матрикс.Дефисей.ТВ